Чтобы познакомиться с тропическими красавицами, не нужно ехать за границу. Живые цветы, так их называют в Китае, теперь распускаются в Шамкенте. Эта бабочка под названием рисовая бумага появилась на свет совсем недавно. Через несколько часов она высушит крылья, взмахнет ими и порадует глаз своим экзотическим нарядом. Родильный дом – это инкубатор. Здесь температура получается около 30 градусов тепла. Когда коконы заводят в инкубатор, они начинают согреваться, от этого они начинают вылупляться. Представляются они ежедневно, к вечеру, может быть, их штуки три уже мы оттуда вытаскиваем, к утру вытаскиваем их оттуда. В коллекции представлены насекомые из красной книги и даже ядовитые экспонаты. Есть самые большие бабочки, размах их крылышек достигает 20 сантиметров, и самые маленькие с размахом до 5 сантиметров. Мерседес, голубянка лесная, тропический мотылёк, голубая морфа, Рождество и ещё десятки других тропических видов буквально пленили южан. Я первый раз на такой выставке, очень понравилось. Мне всегда нравились бабочки, они такие красивые, а таких больших я вообще никогда не видела. Живут крылатые красавицы не дольше недели, поэтому у посетителей выставки есть уникальная возможность посмотреть, как привезённые ещё куколками на глазах у всех они превращаются в полноценных бабочек. В областном историко-кровическом музее выставка продлится до 20 января.